Частоту волжской воды решили проверить независимые московские экологи. Они отправились в экспедицию по волжским городам, чтобы проверить уровень опасного микропластика в реке. Такого до них никто не делал. Сегодня экологи в Нижнем Новгороде, они пригласили нашу съемочную группу. Микропластик абсолютно чужеродное вещество для биоты речного организма, который обитает в реке. И долгосрочные последствия его нахождения там, мы пока не знаем, нам сложно представить. Поэтому первое, что нужно сделать уже сейчас, оценить масштаб, сколько микропластика содержится в реках сегодня. Этим вопросом экологи фонда «Без рек, как без рук» занимаются второй год. Первое комплексное исследование было проведено в прошлом году в водах Дона. При условно чистой норме в 0,3 частицы микропластика на кубометр в районе Воронежа было обнаружено 400. Вот этот параметр микропластик, он лишь сейчас изучается во всем мире. В России он вообще раньше не изучался в речной воде. И, строго говоря, формальных причин им беспокоиться нет. Потому что такого норматива, как там по содержанию, скажем, растворенного кислорода или тяжелых металлов и так далее, такого норматива показательного, предельно допустимой концентрации, их просто нет. Микропластик – это любой тип пластика, который меньше 5 мм. По сути, каждый из нас ежедневно спускает в реку тысячи частей с микропластика. Коммунальные стоки несут с собой, к примеру, воду из стиральной машинки. По словам экологов, именно синтетические волокна от одежды в лидерах по числу всего найденного микропластика. Так выглядит уже отобранная проба на микропластик. И пластика здесь практически не видно, потому что это очень мелкие частицы, которые разглядеть можно будет только под микроскопом после разложения, которое и удалит всю оставшуюся природную органику. А вот что видно в микроскоп. Это вода из Верхней Волги. Условно чистые воды в Тверской области. Если в районе поселка Сележарова показатели были близки к норме, то уже ниже к Твери уровень загрязнения микропластиком вырос до 4 частиц на кубометр, что эквивалентно более чем 6 тоннам выбрасываемого пластика в год. Результаты проверки на чистоту Нижегородской акватории Волги будут известны осенью после комплексного анализа и сбора всех 50 проб в 6 городах, где протекает Великая река. Но уже сейчас активисты знают, как поставить барьер на пути микропластика. Однако пока их лодка с призывами и предложениями плывет против течения. Юлия Терехова, Вячеслав Балякин, Галина Терехова. Вести Приволжье.